В эфире Ветты. Вечерний Вестник. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях Пермского края расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в нашей программе. В Прикамье ждут грозы в ближайшие часы, а на неделе в регионе ночью температура может опуститься до ноля. Культура должна быть на переднем плане. Реализация этого нацпроекта в отдельном округе губернатор взял на особый контроль. На воде будь трезвым и в спасжилете. В Прикамье усилили патрулирование водных объектов, проверяют и лодки, и пляжи. Этим вечером и ночью в Прикамье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В регионе прогнозируют грозы и град. Предупреждение распространило региональное управление МЧС. Между тем, уже завтра в Прикамье ожидается значительное похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночные часы может опускаться до ноля градусов. Как ожидается, самой холодной станет ночь с четверга на пятницу, особенно на востоке Прикамье. Температура воздуха вплоть до четверга составит максимум 15 градусов выше ноля. К выходным синоптики, впрочем, обещают потепление до 20 и выше градусов. Руководству Карагайского муниципального округа поручено обратить внимание на вопросы культуры. Территория последние несколько лет упускала возможность получения денег по национальному проекту культура. Хотя запрос от жителей на культурную повестку достаточно велик. Далее подробности. Каблучками по сцене сельского клуба в селе Нердва Карагайского района юным танцовщицам приходится стучать с осторожностью, чтобы не помешать громким звукам, проходящим за стеной религиозным службам. Сельский дом культуры здесь находится в пристрое к местной церкви. Сам пристрой давно обветшал и не подходит для полноценных концертов и репетиций коллективов. Представляете такую ситуацию? Там идет служба, там отпевают покойника, а мы здесь танцуем и проводим концерт. Но это вообще несовместимо. И проводить модернизацию дома культуры в этих условиях невозможно. Здание церкви – это объект культурного наследия. А дом культуры сегодня арендует помещение церкви на безвозмездной основе. Получить деньги на новый дом культуры возможно из средств одноименного национального проекта. Однако последние несколько лет власти Карагайского муниципального округа в решении вопроса не продвинулись. Порядка полутора миллионов потрачено на проектные работы. Проект был сделан, не прошел госэкспертизу с 2017 года, до сегодняшнего дня не переделал. Вот в этот раздел строительство и ремонт сельских домов культуры строительство тоже входит. Вот если бы сейчас у нас был готовый проект, мы также бы его смогли бы увезти. А та же ситуация на самом деле серьезная. В 2019 году заявка на участие в конкурсе по созданию виртуальных концертных залов действительно не подавалась. Но также если будет объявлен дополнительный отбор, мы подавим все необходимые документы. Национальный проект культуры успешно реализуется во многих территориях Прикамья. Под его эгидой в крае создаются виртуальные концертные залы, модельные библиотеки, ремонтируются и строятся новые учреждения культуры. В школы закупается новое музыкальное оборудование. Но в Карагайском муниципальном округе при помощи федерального ресурса не сделано ничего. На этой ситуации в рамках специального системного часа губернатор Прикамья Дмитрий Махонин особо заострил внимание. Ведь федеральные ресурсы, ресурсы региона, сегодня позволяют менять условия жизни жителей края здесь и сейчас. И вопросы по строительству дома культуры Нерва надо решать. Проект надо доводить до ума. Значит, заявляться на финансирование. Вопросы, связанные с обновлением инструментов и оборудования в Карагайской детской музыкальной школе тоже надо решить. Поэтому здесь вам нужно дорабатывать и дорабатывать. Пожалуйста, этим занимайтесь. Между тем, район продуктивно работает по иным национальным проектам. С привлечением федеральных средств удалось отремонтировать спортивный зал в школе Карагая, обустроить детские площадки, благоустроить скверы, модернизировать помещение столовой, которая при помощи складной сцены за полчаса может превратиться в актовый зал. Мы, конечно, резюмируем все сегодня обозначенное в ходе совещания. Было порядка 20 вопросов. И, конечно, потом выстроим уже для себя дорожную карту по каждому поручению губернатора Пермского края. Как подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, доступ к культуре – это то, что меняет людей к лучшему. И отодвигать подобные проекты на второй план недопустимо. Антон Шибанов, Александр Неприенков, Ветта. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Это говорят про онкологические заболевания. Врачи из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят выездные лекции для работников пермских предприятий. Специалисты объясняют, как часто необходимо проводить обследование собственного организма и какие симптомы должны вызывать особенную тревогу. Юлия Рожкова продолжит. Вы посмотрите на человека и скажите, так, что-то у тебя тут сегодня не так. Взяли человека за шкварникой. Пойдем, лучше мы уточним. Светлана Наметова столкнулась с онкологией в 18 лет. В столь юном возрасте ей пришлось бороться за жизнь три года, пока врач не объявила ремиссии. Чтобы другим людям не пришлось пройти через подобное, она занимается просвещением, рассказывает о профилактике и возможности распознать заболевания на ранней стадии. Когда человек внутри себя понимает, что он заботится о своем здоровье, а он понимает, что зона ответственности на нем, то в этом случае человек найдет кучу вариантов для решения проблем. Это может быть диспансеризация, это может быть профилактические осмотрные предприятия, это может быть поход в частную клинику, это может быть поход в центры здоровья. Возможности масса. Сегодня сотрудники Нестле и Сириал Партнерс РУС слушают лекции и участвуют в мастер-классах, направленных на раннее выявление онкозаболеваний. Все мероприятие организовано Центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Не отрываясь от производства, сотрудники проходят первичное обследование и учатся определять симптомы заболеваний. Сейчас я уже знаю, как это определить и на что надо обратить пристальное внимание, чтобы не усугубить эти болезни и, значит, и своим знакомым и родственникам помочь в этом тоже. Врачи из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики призывают жителей внимательно следить за своим самочувствием. В случае выявления симптомов онкологического заболевания незамедлительно обращаться в медучреждение и проходить обследование. Юлия Рожкова, Евгений Загряцкий, телекомпания «Ветта». Занятия физкультурой и спортом должны быть доступны для жителей всех территорий в равной степени. Строительство объектов спортивной инфраструктуры сегодня обсудили на системном часе у губернатора Прикамья. Все подробности у Валерии Ермаковой. Большая и мало арены, спортивный зал и хореографический. Еще в конце 2019 года в Прикамье открылась первая ледовая арена, построенная на средства частного инвестора. Сейчас здесь занимается более 500 фигуристов и хоккеистов. Конечно, эта арена принесла свой вклад именно в развитие фигурного катания маленьких детей, спортсменов. На сегодняшний день мы чуть-чуть разгрузили всю эту программу, но этого недостаточно. Всего в регионе работает 11 крытых ледовых арен и еще одна строится в Соликамске. Планируется строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса круглогодичной работы с ледовой ареной и спортивными площадками в Добрянке. Проект и план работ обсудили на системном часе при губернаторе. Очень важно, чтобы ребята из разных территорий, будь то крупный город или небольшой поселок, могли одинаково развиваться. Мы должны создавать равные условия для занятия спортом. Губернатор ставит задачу развивать муниципалитеты, создавать комфортные условия для жизни людей здесь и сейчас. Вопрос об устранении территориального неравенства глава региона Дмитрий Махонин поднимал неоднократно. Занятия различными видами спорта должны быть доступны для всех жителей края. Все, безусловно, города крупные имеют право на наличие в них крупных спортивных сооружений, но есть и менее по численности населенные пункты, например, Красновейшевск, например, тот же самый Александровск, где зачастую есть проблемы с тем, что пустуют попросту спортивные объекты, а города значительно крупнее, такие как Добрянка и Чусоводня, имеют, соответственно, объекты спортивной инфраструктуры, а там потребность занятий спортом значительно больше. Приоритетным вариантом строительства ледового объекта в Добрянке является формат государственно-частного партнерства. Сейчас задача найти инвестора. Продолжится работа и по возведению крупных объектов регионального значения. К 2024 году в краевой столице построят универсальный дворец спорта на 10,5 тысяч зрителей. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Прикамье проводила в последний путь Геннадия Игумнова, первого всенародно избранного руководителя региона в новейшей истории. Церемония прощания состоялась в культурно-деловом центре. Проститься с бывшим главой региона пришли родные и друзья, коллеги, соратники, руководители предприятий, а также представители разных ветвей власти, сферы науки, здравоохранения, образования, культуры и многие другие. Геннадий Игумнов родился в 1936 году в Губахе, окончил Пермское речное училище. Был начальником промышленно-транспортного отдела Кизиловского горкома КПСС. Потом с 1971 по 1983 годы стал председателем горисполкома Кизила. Затем Геннадий Вячеславович работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 году был назначен губернатором Пермской области, а затем избран на эту же должность по результатам первых в истории региона выборов. Геннадий Игумнов похоронен на Южном кладбище Перми. Отправляемся на Целину, так говорят о своих летних поездках участники российских студенческих строительных отрядов. В этом сезоне студенты из Перми будут трудиться строителями, педагогами, вожатыми и проводниками. К старту сезона посвятили специальные торжественные мероприятия. Евгений Каспрышин уже в пятый раз проведет лето в студенческом отряде. Он бывал на стройках в Санкт-Петербурге и Новом Уренгое. В этот раз отправится в Челябинскую область. Я считаю, что это то время, когда ты можешь реализовать весь свой творческий потенциал, свои мечты именно в студенческих отрядах и плюсом еще поработать. По вечерам в студотрядах ребята собираются вместе, травят шутки и поют под гитару. В предвкушении веселого и полезного времяпрепровождения уже около двух с половиной тысяч пермских студентов. Будем трудоустраивать ребят по нашим шестерненным направлениям. Это строители, это педагоги, это вожатые. Педагоги и вожатые получают это медики, это сфера обслуживания, это сервисные отряды, это юнические отряды проводников, это сельскохозяйственные отряды. У российского трудового студенческого движения более чем полувековая история. За это время сложилось множество примет и традиций. Одна из них – запуск в небо белых голубей. Раз, два, три, полетим! Перед началом трудового сезона принято загадывать желания и запускать в небо голубей. Я бы хотела, чтобы все мечты и желания, загаданные перед началом этого сезона, у ребят исполнились. С напутственным словом перед ребятами выступил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, как важно обеспечить молодежь качественной занятостью. Многое делается для того, чтобы молодежь при Каме имела возможности для самореализации на территории края уже здесь и сейчас. Считаем для себя важным, чтобы строительные отряды имели свой дом. И этот дом сейчас находится на Шпагино. Конечно, мы обсуждали, нам хочется еще и больше. Но мы будем думать о том, чтобы был создан в Перми молодежный центр, и студотряды, и другие молодежные движения могли встречаться, обсуждать, развиваться. По традиции губернатор подкрепил напутственное слово путевкой, которую вручил руководителю студенческих отрядов. Теперь ребята могут приступать к делу. Приметы соблюдены, смена пройдет успешно. В Пермском крае чуть менее сотни предприятий внедряют на своих производствах программы по повышению производительности труда. Один из лидеров здесь – Пермский цирлозно-бумажный комбинат. Большинство процессов сегодня удалось перевести в автоматический режим. Подробности далее. 60% продукции на предприятии ПЦБК производится из макулатуры. Раньше эти отходы попадали на полигоны, а теперь из них изготавливается новая продукция. Тарный картон и далее конечный продукт – гофроупаковка. С основными этапами производства в рамках рабочей поездки ознакомился глава Пермей Алексей Демкин. Машины постоянно модернизируются. Современный метод диагностики позволяет все больше сокращать показатель вибрации. Группа предприятий ПЦБК в рамках реализуемой экологической программы ежегодно увеличивает объем переработки макулатуры. Наряду с модернизацией производства предприятие улучшает и работу очистных сооружений. Все происходит в автоматическом режиме. После нескольких ступеней очистки в цехах предприятия вода поступает на биологические очистные сооружения, где еще проходит до очистки и только потом направляется в реку. Таким предприятиям, которые в своей деятельности задействуют почти 3000 человек, платят порядка полутора миллиардов в бюджеты разного уровня налогов, нужно всецело оказывать поддержку властей для того, чтобы такие бизнесы развивались, потому что промышленность – это основа экономики города. На сегодняшний день компания ПЦБК входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20-й гофроящик выпущен на этом предприятии. За последние три года на ПЦБК реализованы два инвестиционных проекта – «Сила картона» и «Сила бумаги». Высоких показателей достигли и в повышении производительности труда. В нашем Пермском крае действует большая программа по повышению производительности труда. И в Пермском крае 92 уже предприятия участвуют в этой большой программе. Предприятие ПЦБК, где мы сегодня были, действительно прошло большую дорогу в этом направлении. По итогам 2020 года предприятие увеличило объем переработки макулатуры до 300 тысяч штон и стало крупнейшим переработчиком вторичного сырья в России. В планах на этот год наращивать объемы производства. Екатерина Рухтина, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В Пермском крае началось предварительное голосование партии «Единая Россия» для участия в сентябрьских выборах в Государственную городскую думу и в ЗАГС собрании региона. Голосование началось сегодня и продлится до 30 мая. Согласно правилам, заявиться на такие выборы может практически любой желающий, имеющий аккаунт на портале госуслуг. Ограничения лишь для судимых и членов других политических объединений. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 700 кандидатов. Процедура проста и занимает всего пару минут. По словам организаторов, система надежно защищена от возможных попыток повлиять на ход голосования. Безопасность персональных данных также гарантирована. В этом году ожидается высокая конкуренция. В среднем в каждом округе на будущее выдвижение от партии на сентябрьских выборах претендует порядка 10 участников. Действующих депутатов меньшинство – 112 человек. То есть на каждого из них приходится по 6-7 новых претендентов. Средний возраст участников – 38 лет. Две трети заявившихся – беспартийные. В Перми уличный художник встал на стражу дорожной безопасности. На одном из перекрестков города он создал необычный арт-объект. Где именно он появился, знает Екатерина Рухтина. Новости региона продолжают наш выпуск. Добрый вечер. В Пермском крае завершился весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь, сообщает Минприроды региона. За весь период весенней охоты с 19 апреля по 18 мая инспекторами Государственного охотничьего надзора и оперативными антибраконьерскими группами в охотничьих угодьях Пермского края проведено 611 рейдов по осуществлению Государственного охотничьего надзора. В результате рейдов составлено 52 административных протокола за нарушение правил охоты. Изъято два охотничьих ружья, выявлена незаконная добыча по одной особи бобра и тетерева. Также в органы полиции направлен материал по факту незаконной добычи браконьерами лебедя в Нытвинском городском округе. Штраф за браконьерство может превысить полмиллиона рублей. В Чайковском округе отмечается рост активности клещей. В лаборатории на клещевой энцефалит было проверено 66 клещей. Зараженных среди них выявлено не было. На боррелиоз исследовали 62 клеща. 24 из них дали положительный результат. Специалисты призывают соблюдать меры безопасности при выезде на природу. При обнаружении опасного паразита обращаться в специализированную лабораторию. В Перми появился новый дорожный арт-объект «Сбитая зебра». Несчастное животное нарисовал художник из Екатеринбурга на перекрестке улиц Клименко и Пушкина. Автор работы изобразил зебру как раз на том месте, где, на его взгляд, очень важен пешеходный переход, но его там нет. По задумке художника, это должно привлечь внимание и городских властей, и автомобилистов. И предотвратить возможные несчастные случаи на этом участке дороги. На этом у меня все. В поселке Яево погибли две 11-летние девочки. Как передает Следственный комитет, они пошли купаться на местную речку и утонули. По предварительной информации, девочки находились возле водоема без присмотра взрослых. Тем временем, в регионе усилили патрулирование водных объектов. Проверяют и лодки, и пляжи. Отсутствие спасательного жилета – одно из самых частых нарушений на воде. Лодка – такой же транспорт, как и автомобиль, поэтому забывать о мерах безопасности не стоит. Особенно, если вы плаваете на сапах или байдарках. Уважаемые спортсменки, где ваши жилеты спасательные? Ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пермскому краю выходят патрулировать пермский участок. Количество рейдов увеличивают в теплые дни, а также выходные. Сотрудники инспекции проверяют судовладельцев на наличие освидетельствования маломерного судна и право управления водным транспортом. Одно из нарушений, взять если тот год пандемийный, это, конечно, не прохождение техосмотра. Это много кто попадался без техосмотра. То есть, да, там были ограничительные меры, да, да, все это, конечно, понятно, но в том числе они выходили на воду, что запрещено. Но одно из явных нарушений – это состояние алкогольного опьянения, конечно же. Хотя в последние годы, говорят инспекторы, ситуация становится лучше. Повлияла на это и профилактическая работа, и значительное увеличение размера штрафов. Штрафы с 2020 года увеличились в разы, причем чуть ли не в 10 раз увеличились. Нарушитель грозит, ну, например, если взять непрохождение технического осмотра, ему грозит от 5 до 10 тысяч штраф. Получается, без права управления, без удостоверения на право управления ему грозит, получается, от 10 до 15, если судно не зарегистрировано, от 15 до 20 тысяч штраф. Помимо выявления нарушителей среди судоводителей, специалисты патрулируют традиционные места массового отдыха у воды. Только за прошлый летний период в Прикамье утонуло около 60 человек. В рамках рейдов инспекторы говорят с отдыхающими о правилах безопасного отдыха у воды. Призывают не употреблять алкоголь, а также тщательно контролировать детей во время купания. Будьте аккуратнее, не залазьте в воду, не нарушайте. Чтобы донести всем отдыхающим правила безопасного отдыха, инспекторы будут выходить в такие ежедневные рейды на протяжении всего навигационного периода в Прикамье. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Следите за новостями вместе с нами. Спасибо, что провели это время с телекомпанией «Ветта». Я Антон Шибанов. Вам хорошего вечера. Увидимся в нашем эфире.